Лукашенковским ополченцам могут разрешить задерживать людей и применять оружие. Губопик может ставить белорусов на контроль границы. Восстание в Беларуси, быть или не быть, бывший главком сухопутных войск Польши призвал поддерживать антилукашенковские силы, а сам Лукашенко заявил о том, что не собирается умирать и терпеть его еще придется очень долго. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что в БГУ применили методы Губопа и записали покаянное видео со студентом. В инстаграме юрфака БГУ было выложено видео со студентом третьего курса. Парня заставили на камеру сказать, что он кается в распространении дискредитирующих сведений в отношении администрации и БРСМа. Такое видео попадает под квалификацию статьи 426 Уголовного кодекса, а именно преступление против человечности, которое совершается представителем государства. В данный момент видео уже удалено. Неизвестно, удалили его сами владельцы страниц, либо это случилось после жалоб пользователей. Ну что тут скажешь, хорошее поколение юристов подрастает в стране, где иногда недозаконов. Лукашенковским ополченцам могут разрешить задерживать людей и применять оружие. Такой закон о народном ополчении был опубликован на правовом портале и внесен в палату представителей. В нем написано, что задачей ополченцев будет помощь милиции в поддержании военного положения и защита имущества населения от посягательств. Дело Софьи Сапега строилось на показаниях Протасевича. Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу, в основном на его показаниях и строилось обвинение. Сейчас, по данным базы, дело ее экстрадиции может быть направлено в суд Владивостока. Именно там было ее последнее место регистрации. По данным базы, Роман сообщил следователям, что за свою работу по Дианону силовиков Сапега получила около 5000 долларов. По словам Протасевича, девушка, будучи в Вильнюсе, пробивала белорусских силовиков через сервис «Глаз Бога» и публиковала их данные в телеграм-канале. В деле Сапега значится 238 потерпевших. Сегодня перевод Софьи в России должен был рассматриваться в московском суде, но заседание перенесли на 1 июня. Умирать я не собираюсь. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Лукашенко недолечился, потому что Коранник заставил его обниматься с девчонками. На большом совещании по проблемам здравоохранения диктатор в очередной раз жесточайше раскритиковал всех своих чинуш и заявил, что умирать не собирается. По его словам, у него был аденовирус, который лечится за три дня, но лечиться ему не далее. Коранник вытащил его на сцену и заставил обниматься с девчонками. Еще надо ездить в Москву и Ленинград. «Вам со мной мучиться еще долго», – заявил нелегитимный то ли народу, то ли чиновникам, которые, судя по всему, тоже ждут кончины. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Губопик может ставить белорусов на контроль границы. Никаких признаков слежки нет, но по возвращению в Беларусь людей сразу задерживают. О существовании такой системы рассказали в Лукашенковской политической полиции. На днях сразу после пересечения границы Польши и Беларуси был задержан 40-летний айтишник Евгений Тихонов. Он давно окончил Академию МВД и работал участковый, а потому и уехал из Беларуси и перешел в Айти. Сейчас он работает в польской фирме, а в Беларусь он уехал на день рождения матери, а также для решения некоторых вопросов с документами. По сообщениям близких к силовикам каналов, мужчину поставили на контроль границы. В этом случае человек может даже не знать о том, что попал в поле зрения Губопика. Силовики не приходят с обысками и не тревожат родственников. Однако человеку сразу задерживают, как только он вернется в Беларусь. В данный момент на Евгения Тихонова завели дело за комментарии по трем статьям. Как можно с такой зарплатой работать? Ветеринар из Копольского района получил 878 белорусских рублей за 24 рабочих дня по 14 часов. Парень работает ветеринаром-фельдшером в колхозе Рудное. Он утверждает, что работал 24 дня по 14 часов, за что получил всего 878 рублей. Причем в табеле парню поставили по 7 часов, а когда он обратился к руководителю с вопросами, тот отметил, что никто 14 часов ему проставлять не будет. В то же время в хозяйстве главный врач получает 4000 рублей, а врач 3000 рублей. Видео в ТикТоке собрало уже больше тысячи комментариев. Ну а что думаете вы по этому поводу? Предлагаю обсудить в комментариях к этому ролику. Обязательно пишите ваше мнение. За апрель месяц работаю ветеринарным фельдшером на комплексе в колхозе ООО Рудное Копольского района. Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Руд, бывший главком сухопутных войск Польши, призвал поддерживать антилукашенковские силы. Вальдемарц Кшипчик считает, что после успешного контрнаступления в СУ белорусские добровольцы не сложат оружие, а поддержат восстание против диктаторов в Беларуси. По мнению генерала, Польша должна поддержать это восстание так же, как она поддерживает Украину. Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет, и мы не должны проспать этот момент. Мы должны поддержать любое подразделение, которое будет проводить операцию против Лукашенко так же, как мы поддерживаем Украину, заявил СКшипчак. Кроме того, он призвал польские власти готовиться к потоку беженцев из Беларуси в случае начала такого восстания. Ну а на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь! Слава Украине!